На острове Зеландия, близ озера Ари, жил старый холостяк, звали его Пер, а по прозвищу Сквалыга. Досталось ему в наследство богатая усадьба и куча навехоньких долеров. Но был Пер такой жадный, что даже жениться боялся. А ну как попадется мне такая жена, что хозяйство вести толком не сможет, и все мое имение по ветру пустит, думал он. И еще вбил он себе в голову, что женщины объедалы заправские. День-деньской только и знают, что едят да едят, то тут кусок схватят, то там. Не успеешь оглянуться, проедят все твое добро. Как подумает про то Пер, в дрожь его кидает. Ну а ежели с другой стороны взять, так без помощи ему в усвадьбе все равно не обойтись. А чертовых работничков кормить-то тоже надо. Одолели Пера черные думы, и никто никогда не видел, чтоб богатей веселился. День и ночь выискивал он, как бы ему прожить подешевле, да тратить поменьше. Был Пер уже в летах, и ломота в костях докучала ему не на шутку. А присмотреть за ним некому. И еще стал Пер к старости поболтать охотник. А словом перемолвиться ему тоже не с кем. Вот и пришло Перу на ум, что не худо бы может и жениться. Пусть жена за всем в хозяйстве приглядывает, и его Пера старость покоит. Только жену надо сыскать такую, чтоб была не обжориста, ела бы поменьше, а работала бы побольше. Иначе и расчета нету жену брать, уж очень накладно выйдет. Прослышал один бедняк, Хусман. Хусман в Дании это безземельный крестьянин, арендатор. Что Пер жениться надумал. А была у того Хусмана дочка по имени Греты. Вот и стал бедняк дочку уламывать, чтоб в замуж за Пера шла, да помогла бы своим из нужды выбиться. Заупрямилась была Греты поначалу. Да и то сказать, ведь старик не бог весть, что за находка для молодой пригожей девушки. А потом подумала Греты про братьев и сестер. Вечно они голодные сидят. А уж обновки-то и в глаза не видят. Пойду-ка я за Пера. Пусть хоть моим хорошо будет. Только надо было, чтобы Пер поверил, будто Греты мало ест. Вот и уговорились Греты с отцом, что богачу сказать. А как дальше было, сейчас узнаете. Однажды утром проходил Перского лыга мимо Хусмановой лачуги. И глядит, у обочины Греты гусей пасет. Пасет она гусей и чулок на ходу вяжет. А сама все приговаривает. Гуси, милые, вперед! Пасет воста, что не ест, не пьет. Заслышал те слова Перского лыга, да так и обмер. Стоит, под слеповатыми глазами моргает и ушам своим не верит. А Греты себе, знай, повторяет. Гуси, милые, вперед! Пасет воста, что не ест, не пьет. Кто это не ест, не пьет? Спрашивает Пер. Да я, отвечают Греты. Слыханное ли дело, как это ты можешь ни есть, ни пить? Дома-то семь голодных ртов, а еды только на шестерых хватает. Вот я и привыкла почти, что вовсе без еды обходиться. Чем же ты тогда живешь? А воздухом? Просверлил отец дырки в столбе, что посреди горницы стоит. Вот я и сосу из них воздух. Видно, и воздухом можно жить. И не такая уж ты тощая, сказал Пер. Откашлялся он и говорит. Может, ты слыхала, я жениться надумал. Только нужна мне жена такая, чтоб за всем приглядывала. Девушка, ты пригожая, и мне по сердцу пришлась. Скажи, хочешь стать в усадьбе хозяйкой? Отчего ж не стать, ответила Греты. Сыграли они свадьбу и переехала Греты к богатею в усадьбу. Поставил Пер сквалыга столб посреди горницы. Провертел в нем дырки, чтобы Греты могла из них воздух сосать и тем воздухом питаться. Прошло немного времени и однажды говорит Пер своему работнику Нильсу. Сдается мне, будто жена моя раздобрела. Уж не подкармливается ли она случаем в поварне? Как бы мне про это разузнать? Вот что хозяин, отвечает Нильс. Подсажу-ка я тебя в дымовую трубу, а ты оттуда в поварню поглядывай. Не ест ли Греты там чего-то? Ловко придумано, обрадовался Пер, давай подсаживай. Подсадил Нильс хозяина в дымовую трубу. Уселся там Пер на доске, сидит, будто в люльке. А тем временем пошел Нильс хозяйке и говорит. Берегись, не ешь ничего в поварне, хозяин в дымовой трубе засел. Ладно, сказала Греты. Знала Греты и раньше, что Пер сквалыга, только хотелось ей своим помочь, потому и пошла за него. А когда она смотрелась, как богатей людей своим голодом морит, надумала проучить этого толстосума. Работники до служанки в усадьбе все на ее стороне были. Если б не Греты, вовсе бы они с голоду померли. Вот позвала Греты служанок и велит. Наносите сырых дров до зеленых сучьев и подложите их в очаг. От такого топлива, ясное дело, больше дыму до копоти, чем тепла. А как смекнул Нильс, что хозяин уж довольно в трубе подкоптился, забрался он на крышу к самому коньку и вытащил Пера на свет божий. Смахивал теперь Пер сквалыга на копченую баранью ногу, и слова вымолвить не мог, не то что лается. Пришлось Перу тут же в постель улечься. «Ну как, ела она что в поварне?» – спросил Нильс хозяина. «Нет, она там ничего не ела», – ответил Пер сквалыга. Прошло какое-то время, и опять Пер говорит. «Сдается мне Нильс, что Грета еще ядренее стала. Щеки у нее круглые, да и сама она бочка бочкой. Такая дородная да гладкая. Уж не подкармливается ли она чем? Как бы мне про это разузнать?» «Вот что», – говорит Нильс. «Может статься она наверху в клете разными кушаниями лакомиться. Давай распорим большую перину, что в клете лежит. Запихну я тебя туда и снова зашью. А ты дырку в перине проткни и поглядывай. Так и узнаешь, не подкармливается ли хозяйка чем в клете. Ловко придумано, – обрадовал Сапер. Давай распорим. Зашил работник хозяина в большую перину, а сам пошел к Грете и говорит. «Не вздумай есть ничего наверху, в клете. Там хозяин в перине зашит». «Ладно», – сказала Грете. Позвала она служанок и велит. «Выволоките, ка постели из клети на солнышко, да выколотите их хорошенько. А то они давно не проветривались. Лежат там и плесенью покрываются. Служанки, не будь дуры, тут же смекнули, что к чему. Хохочут, заливаются, а сами постели вниз волокут. А большую перину, хоть она и тяжелая, тоже во двор вынесли. Колотят ее служанки, колотят, что есть сил. А сами песни веселые распевают. Выколотили служанки постели, а потом опять их наверх втащили. Вызволил Нильс пера сквалы гуспирины, а на нем живого места нет. Не может ни идти, ни ползком ползти. «Ну как, она ела что в клете?» – спрашивает Нильс. «Нет, она там ничего не ела», – стонет пер. Пришлось ему опять в постель лечь, и прохворал он целую неделю. Ходит за ним Греты хорошенько, а сама ему выговаривает. «Послушался бы ты меня, пер, ел бы, как я ем, вот и был бы здоровеханек». Прошло немного времени, а как оправился пер после колотушек, что ему задали, призвал он снова Нильса и говорит, «Сдается мне, что хозяйка твоя все ж таки чем-то подкармливается. Щеки у нее такие круглые, того и гляди лопнут, одним воздухом такого жиру не нагуляешь. Как бы все в точности разузнать?» «Да, задал ты задачу», – говорит Нильс. «Коле она ни в поварне, ни в клете не кормится, и никто никогда не видел, чтобы она ела, ума не приложу, где она прячется. А может, она в погребе подкармливается?» «Знаешь что? Стоит там старая пивная катка. Вот ты и залезай туда и сквозь дырочку, куда втулку вставляют, подглядывай. Так и разузнаешь, не прячется ли она в погребе, не подкармливается ли она там». «Ловко придумано», – отвечает Пер. Залез он в катку. Нильс накрыл его крышкой, а сам пошел к Грете и говорит, «Не вздумай ничего, есть в погребе. Там в пивной катке хозяин сидит, сквозь дырочку поглядывает. Ладно, – сказала Грете. Позвала она служанок и велит. Подогрейте-ка воды, да принесите щелоку. Старая пивная катка в погребе смердит так, что дух захватывает. Вылейте воду со щелоком в катку сквозь дырочку, пускай стоит катка, да отмокает, покуда чистой не станет». Расхохотались служанки и живо взялись за дело. Налили они в катку воды и ушли из погреба. Снял тут Нильс крышку с катки и спас Перо-сквалыгу от смерти, а то он чуть было не захлебнулся. Однако обварили все же хозяина служанки. Пришлось его в постель укладывать, мазями целебными смазывать, да тряпками перевязывать. Прохворал Перо ровно месяц. А Греты ходит за ним да приговаривает, «Не впрок тебе эти поездки, всякий раз хворым домой возвращаешься». Как соберется, бывало Пер за женой подглядывать, он и врет ей, что в дальнюю поездку отправляется. Покуда Пер хворал, у Нильса дома последняя скотина пала, а у Перо стояли в клеву два жирных вола. Вот и говорит Грете Нильсу, «Слышь-ка, Нильс, служил ты мне верно, бери этих волов, ступай с ними на ярмарку во Фредериксборг, да продай их, а деньги себе оставь или старикам родителям отдай». «Очень уж вы обнищали!» Нильс так и сделал, а Пер сквалыга стал меж тем во двор выходить, хоть и больно было ему, а все же ходит по двору, на палку опирается, да глядит, как служанки по хозяйству управляются. Зашел он как-то в хлев и хватился тех жирных волов, заковылял он из последних сил в поварню, а там у огня сидит Грете да присматривает, как бы вода из котла не выкипела. «Где волы?» спрашивает Пер. «Я их съела», отвечает Грете. «Как это?» «Съела!» говорит Пер. «Ты в своем уме?» «А меня к еде потянуло», глазом не моргнув, говорит Грете. «Брюхо своего требует, раньше я себя сдерживала, да воздухом кормилась, но все до поры до времени. «Валы, мои валы!» «Захныкал Пер. Где мои валы?» «Их можно было продать». «Я их съела», опять отвечает Грете, «с рогами и с копытами». Трудненько, правда, было их глотать, но все ж проехала. Беда, только я не досыта наелась. Правда, осталось у нас еще одиннадцать поросят, да двадцать три овцы. Коли не засадишь служанок овец стричь, чтоб шерсть мне горло не щекотала, я их со шкурой съем. Как услыхал Пер. Такие речи потерял он разум, да как грохнется озимь. Пришлось его в постель тащить и лекаря к нему звать, но средства от его хвори не нашлось. Пришел тут конец Перу Сквалыги. Похоронили его и положила Греты тяжелую плиту на его могилу. А денег на эту плиту пошло. Ох и разозлился Бепер до смерти, будь он жив. Вышла Греты замуж за Нильза, и живут-поживают они до сих пор в радости и веселье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова